Ну, вроде погода у нас более-менее устоялась, настоялась, дождь прекратился, и поэтому сейчас мы снова приступим к обсуждению околоспортивных тем у нас на канале Old Dutchman. С вами я, Владимир Козарчук. Мы начинаем новый выпуск, посвященный теме занятия спорта, целесообразности этих занятий и эффективности тех или иных направлений. Всем здрасте! Итак, сначала я хотел бы буквально на коротке показать вам один комментарий. Пользователь один после моего видеовыпуска о Винчун оставил следующий комментарий, в который сводится к тому, что занятия карате, кунг-фу или еще каким видом спорта не являются целесообразными вообще, и борьба по сравнению с ними намного лучше. Я не буду спорить, если этот человек является специалистом в своей области, то, конечно же, выйдет против него какой-нибудь новичок-каратист, он проиграет. Но этот человек упускает из вида одну маленькую деталь. На улице с ним никто не будет драться по правилам его борьбы, будь то классическая, греко-римская или еще какая. Люди обычно на улице сводят весь свой поединок, нападающий на вас, к одному-двум эффективным и очень мощным ударам. Это или удар в челюсть, или удар в солнечное сплетение. В таком случае этот человек, утверждающий, что борьба лучше, чем все остальные виды, увы, заблуждается. Идем дальше. К моему видео о Винчун, о техниках Винчун и так далее, также появилась на Фейсбуке одна запись, шла как бы параллельно. Я снимал видео о Винчун, о Керншпехте, и попутно со мной, мы даже не сговаривались, выступил один человек, тренер ММА, Дит Гиббон. Он специализируется на таком направлении, как Лута-Ливре. Это бразильская борьба. В переводе с португальского переводится как «свободная борьба», если брать дословно. И с некоторых пор, вот уже года 3-4, эта борьба наряду с такими дисциплинами, как бразильское джиу-джитсу, дзюдо, самбо, бокс, грэплинг, является одной из составляющих микс-файта. Вот этот вот человек, ему 55 лет. Весит он примерно около 100 килл. Этот человек задел тоже тему Винчун. И что интересно, как он ее задел? Относясь с некоторым подозрением к тому, что показывает господин Керншпехт у себя в залах, на семинарах, на тренировках, то, что он делает выкладки у себя на странице на Фейсбуке. Этот человек подверг сомнению его новый стиль волшебных рук, «magic hands of kankifu» и общие черты того Винчун, который проповедует, пропагандирует Керншпехт и, естественно, пропагандирует его ученики. Этот человек решил на своем личном опыте убедиться в том, что техники, которые показывает Керншпехт, действительно эффективны. А может быть и нет. Вот он так и написал. «Я хотел увидеть, насколько это действительно является говном, как утверждают многие, и убедиться в этом сам». И вот этот человек, Дит Гибон, тренер чемпионов ММА, приехал на... отметился на семинар... зарегистрировался на семинар о Керншпехта, он приехал к нему. В первый день он пишет, что... Да, первый день была обычная стандартная тренировка, стандартные занятия, несколько часов подряд изучали ЧИСАО, отрабатывали различные комбинации, смотрели, где какие нужно выставлять блоки, как передвигаться для того, чтобы наносить правильные удары, контратаки, уходить с линии обороны, работать локтями. В принципе, было интересно. И вот, говорит, на второй день мы подошли уже к именно самой теме вот этих вот волшебных рук Канки-Фу. Что, говорит, я могу сказать? Вы, говорит, видели самого Керншпехта. Ему, говорит, 74 года. Он, говорит, такого же роста, говорит, как я, но я на 20 лет младше его и на 20 килограмм тяжелее его. То есть, если Керншпехт весит на сегодняшний день, по-моему, 74-75 килограмм, то этот человек, дит гибом, весит почти 100. Естественно, чем моложе, тем сильнее. И вот он пишет о своих впечатлениях, о проведенном времени на семинаре у Керншпехта. На личном опыте он убедился в том, что действительно биомеханика, которую использует в своей технике Винчун господин Керншпехт, она на все 100% работает. Есть даже парочка маленьких, очень коротких видео, но в связи с тем, что идет вот эта вот защита прав, авторских прав, защита частных прав и так далее. Я эти видео здесь у себя на канале приводить не буду, хоть я и мог бы попросить разрешения на это у одного и у другого человека, но YouTube это YouTube, с живым человеком поговорил, ютуберским роботом попробую потом докажи, что ты это не украл, а договорился с людьми на самом деле получить в личное пользование. Так вот, в этих коротких видео показано, как этот мастер ММА действительно после столкновения с Керншпехтом отлетает в сторону. После всего, что он там провел двухдневный семинар, после всего того времени этот человек написал действительно хорошую, нормальную статью, нормальный отзыв о технике Керншпехта, об этих вот волшебных руках Канки-Фу, высказал свое восхищение тем, что действительно эта техника, хоть она и смотрится со стороны как бы немножечко левостороннее, на самом деле она работает. Работает, и в этом он убедился сам. Почему он это хотел проверить? Обращаясь к началу нашего видео, очень многие комментаторы, очень многие пользователи утверждают, что венчун это ничто, венчун это ерунда, не только венчун, но и вот как кто-то вот написал мне, карате это бред, или там кунг-фу бред. Пожалуйста, пожалуйста, вы можете утверждать все, что угодно, сколько людей, столько и мнений, но никогда нельзя упускать из виду мастерство человека и опыт этого человека, с которым вы сталкиваетесь. И если вы являетесь специалистом в своей области, в своем направлении, если вы мастер в своем стиле, это не значит, что вы мастер абсолютно во всех стилях, во всех направлениях. Попрошу об этом никогда не забывать. И Керншпект на отзыв вот этого тренера Гита Гиббана тоже написал хвалебные комментарии, что вот да, действительно, убедился в том, что говорит, мы не занимаемся ерундой, мы не занимаемся спортивным направлением, мы занимаемся именно боевым искусством. Поэтому люди, которые приходят ко мне заниматься, тренироваться, уходя, допустим, из кикбокса, из тайского бокса, из каратэка, кушенкай, люди прекращают там свою карьеру и приходят в венчун Керншпекта. Люди, которые приходят к нему заниматься, они действительно обогащают свой запас восточных и недоборств, которые они изучали, техниками, преподаваемыми, самим Керншпектом и его ближайшими учениками. В принципе, я тоже рад тому, что так вот получилось, так вот довелось, что мне удалось, мне посчастливилось, пускай заочно, но познакомиться с этим действительно великим человеком, с этой живой легендой, узнать о нем намного больше, стать к нему немножечко ближе, пускай через интернет, но стать ближе к этому человеку, чтобы понять, что он преподает, как он живет, что он делает. Это очень интересно, это действительно очень интересно. И благодаря именно Керншпекту и его ученикам я взглянул на Винчун, на направление, именно Керншпехтовое направление Винчун, несколько иначе. И после того, когда я несколько видеовыкладок присылал Керншпекту на его суд, где я показывал различные приемы блоки на деревянном манекене, он мне тогда, вначале он сказал, что в принципе неплохо, но работать надо, работать над собой надо, хотя выглядит в каких-то отношениях коряво. Более поздние мои выкладки, он уже сказал, в принципе, хорошо, было бы лучше, если бы ты пошел в секцию именно нашего Винчун и начал там развиваться дальше. Но у нас в городе, к сожалению, именно этого Винчуна нет. Там буквально пара человек-энтузиастов, они занимаются через веб-семинары с Керншпектом или с его учениками. Они занимаются сами, у них даже зала своего собственного нет. А то, что преподается под стилем винтай или чистый китайский Винчун, это, увы, не то. Поэтому, возвращаясь к началу нашего видео, я хотел бы просто еще раз вам, ребята, напомнить. Ребята, там, господа, граждане, кто как угодно, кто как хочет себя, так и называйте. При должном уважении к различным направлениям, к различным стилям, вы заслужите себе больше респекта от тех людей, которые этими стилями занимаются, чем если вы будете негативно отзываться о каком-то определенном стиле и считать, что он хуже, чем то, чем занимаетесь вы. Потому что никогда нельзя недооценивать своего противника, каким бы он на вид не выглядел слабым, хилым или, допустим, толстым, тюфяком или еще каким-то. Всегда нужно в первую очередь уважать противника и уважать тот стиль, которым он занимается. Ну, я так думаю, это говорить вам нет необходимости, потому что любое направление восточных единоборств включает в себя в качестве правил вот это вот высказывание. В общем, мое видео готово, с вас лайк, подписка, дележка видосом со своими знакомыми, друзьями, не только у себя на каналах, но и в социальных сетях. Всем удачи, пока, не забывайте о подписке еще раз. И с вами был я, Владимир Козарчук, эксперт канала All Dutchman. Спасибо вам за то, что вы подбрасываете темы для новых видео.